Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В отремонтированную поликлинику Казанского университета прибыл Рустам Мениханов. Со студентами Института международных отношений КФУ встретился генконсул Китая. Студентов КФУ наградили на республиканском конкурсе «Эко-лидер». Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов посетил поликлинику Казанского федерального университета после капитального ремонта. Он осмотрел помещение медицинского комплекса, оценил оснащенность медучреждения, необходимые инфраструктуры и оборудование. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 19 декабря президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор КФУ Эльшат Гафуров открыли амбулаторно-поликлиническое подразделение университетской клиники. Поликлиника обслуживает более 40 тысяч жителей. Несмотря на ремонтные работы, поликлиника ни на день не прекращала свои работы, что безусловно вызывало неудобства у медицинских работников и пациентов. Сейчас то время позади. Обновленная университетская клиника КФУ готова с комфортом принимать своих пациентов. Пятиэтажное здание, построенное в 1965 году, перешло на баланс университетской клиники КФУ в 2015 году, когда городское амбулаторно-поликлиническое учреждение номер два вошло в состав Казанского университета. Во время капитального ремонта рабочие заменили и усилили все несущие и ограждающие конструкции здания. Полностью заменили системы отопления, вентиляции, кондиционирования, воздуха, электроснабжения. Среди особенностей новой поликлиники, которую продемонстрировали президенту Республики Татарстан, Рустаму Миниханову, уникальные организационные решения по специализированной диагностике, в число которых входит Центр эндоскопической помощи «Эндос» и Центр рентгеновской диагностики «Луч». Здесь заработал современный компьютерный томограф, позволяющий проводить неинвазивные исследования сосудов сердца и виртуальную колоноскопию. Рустаму Миниханову также презентовали мобильное приложение «Универмет КФУ», с помощью которого можно записаться на прием к врачу. Татарстан стал пилотным регионом, где проходит опробация новых методов взаимодействия между университетом, обществом и медицинскими учреждениями. Почти за три года работы университетской клиники КФУ здесь удалось не только сохранить всю систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, но и внедрить высокотехнологические медицинские разработки. Диана Шилова, Эльнард Улетьяров, Универньюз. В Казани опытные предприниматели поделились знаниями с начинающим поколением бизнесменов. Это не тренинг, а программа, созданная предпринимателями разного уровня, совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Подробности мероприятия в следующем сюжете. 20 декабря в Униксе состоялся форум федеральной образовательной программы «Ты – предприниматель Республики Татарстан». На пяти этажах пространства собрались будущие и действующие предприниматели, представители Министерства экономики, банков и бизнес-сервисов. Этот форум на самом деле уникальное мероприятие. Он проводится в рамках федеральной программы, которая проводится на территории всей России. Программа называется «Ты – предприниматель». Конкретно в Татарстане она реализуется при поддержке Фонда поддержки предпринимательства и Министерства экономики Республики Татарстан. В рамках мероприятия прошли круглые столы, были подведены итоги образовательной программы. На форуме участники получили возможность детально ознакомиться со всеми нюансами предпринимательского дела. Сегодня в режиме реального времени наши спикеры выберут одного человека из зала, на примере которого покажут, как пройти от бизнес-идеи до реальной первой прибыли. В режиме реального времени была возможность зарегистрировать ИП с помощью новой программы от Сбербанка России. Здесь же можно было пройти тест на профессиональную пригодность к предпринимательству. На итоговом конгрессе «Ты – предприниматель» мне хотелось бы получить насыщенную образовательную программу, которая касается развития предпринимательства вообще в отдельных регионах. То есть посмотреть, как вообще форум здесь проходит, да, в Казани, потому что здесь достаточно большой опыт, молодежь активно привлекается. Вот мне хотелось бы получить какие-то новые формы работы для того, чтобы использовать в своем регионе. В рамках программы «Ты – предприниматель» в этом году было обучено около двух тысяч молодых предпринимателей республики. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь посетил Казанский федеральный университет. Он провел открытую лекцию и пообщался со студентами Института международных отношений КФУ. Анна Глазунова расскажет подробности в сюжете. Институт международных отношений КФУ посетил генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь. Казанский федеральный университет – один из самых влиятельных университетов в России. История древняя. Здесь учился Владимир Уриянов, еще Лев Тостой. Мы считаем, что это университет для нас. Это очень важно. В этом году отмечается 40-я годовщина проведения в Китае политики, реформы, открытости, а также 17-летие членства КНР во Всемирной торговой организации. В связи с этим генконсул Китая в Казани провел открытую лекцию для студентов на тему «Китай. 40 лет в политике, реформе, открытости». Я хотел бы общаться со студентами, изучающими китайский язык о современном Китае, о древней Китае. Сотрудничество между КФУ и генконсульством Китая в Казани продолжается на протяжении многих лет. 11 лет назад, в апреле, в посольстве Китая в Российской Федерации было подписано соглашение об открытии на базе Казанского государственного университета института Конфуция. А уже в сентябре 2017 года институт Конфуция на базе КГУ начал свою официальную деятельность. Главная цель этого института – это дальнейшее укрепление сотрудничества в области образования между Китаем и Россией. «Сотрудничество между университетом и генконсульством очень тесное. Руководством КФУ мы держим очень тесные связи. Постоянно встречаемся и общаемся друг с другом». У студентов была возможность задать интересующие вопросы генеральному консулу КНР в Казани. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Студенты и магистранты Высшей школы экономики и права набережной Челнинского института Казанского федерального университета пообщались с шеф-администратором Бюро Восточной Европы Австрийского института интеллектуальных интеграций. Подробности в сюжете. 19 декабря в инжиниринговом центре Казанского федерального университета состоялась встреча с шеф-администратором Бюро Восточной Европы Австрийского института интеллектуальных интеграций Светланой Теряевой. Она пообщалась со студентами и магистрантами Высшей школы экономики и права набережной Челнинского института КФУ. Тема была обозначена как цепочка-интегратор в массовом применении технологии преодоления десинхронии одаренных. Наша задача рассказать студентам о том, что такое одаренность, о том, что такое десинхрония психического развития. Задача таких семинаров – это знакомство с данным явлением, с возможностью применения этой концепции на самом себе, для изучения самого себя и для выявления возможностей собственного развития и проявлений одаренности. В мастер-классе приняли участие свыше 100 студентов. Анна Глазунова, Универньюз. Самое экологичное предприятие, общественное движение, СМИ и учебные заведения – всех их наградили на конкурсе «Эколидер». Кто из Казанского федерального университета попал в список лучших экологов Татарстана, расскажем в нашем сюжете. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Эколидер». В рамках мероприятия состоялось вручение пяти передвижных эколабораторий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. На мероприятии выбрали самоэкологичное предприятие, общественное движение, СМИ, учебное заведение и так далее. Участие в церемонии приняли министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков и первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин. Наши задачи – это помимо того, что занятость людей, это и сохранить благоприятную окружающую среду, наносить как можно и минимизировать тот вред, который могут принести предприятия окружающей среде. Одним из призеров номинации «Общественное объединение» в текущем году стало экологическое добровольное общество студентов «Экодос», объединяющее волонтеров из Елабужского института Казанского федерального университета. Организация заняла второе место. Мы занимаемся разной природоохранной деятельностью, экологическим просвещением школьников, населения, занимаемся работой в детских домах, домах престарелых, реабилитационном центре, просвещением студентов. Все призываем хранить экологию, беречь природу. Целью проведения республиканского конкурса «Эколидер» является поощрение организаций, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, образовательных организаций и общественных объединений, обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Республики Татарстан. Артем Тупичкин, Леонар Довлетяров, Универньюз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и быть всегда в курсе интересных новостей. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok